Привет друзья, с вами Варчик и это ответы разработчиков игры World of Tanks. В начале разработчики рассказывают про HD карты. HD карты будут введены сразу все, поскольку ресурсов держать SD и HD карты одновременно нету. Поэтому как только определенное количество карт будет переведено в HD, они появятся у нас, я так понимаю, на тесте, а потом уже и выйдут на основу. А вот какое количество будет этих HD карты, я не знаю, может быть 30-40 штук, посмотрим, я не знаю. Но мне кажется их будет меньше, чем сейчас у нас в клиенте, поскольку там всякие повторяющиеся, дурацкие, непонятные одни и те же карты, поэтому они сократятся и может быть какие-то карты по типу Харькова и еще какие-то карты, они раньше называли проблемными, возможно их сделают позже. У них также появляются желания и возможности продолжать делать HD карты на различные тематики, придумывать новые карты и возможно даже вернуть старые карты, переделанные в HD. Но все это будет после того, как основная часть HD карт будет уже сделана. Также с переделкой HD карт, разработчики думают о такой возможности, чтобы можно было выбрать какое-то количество карт, на которых игрок не желает играть. И чтобы игрок попадался в первую очередь на все остальные, кроме этих. Но такая функция может повлечь за собой кое-какие непонятные проблемы, поэтому, чтобы этого не было, разработчики будут думать, надо ли это вообще, и какие проблемы могут быть и как их решить. Также в HD картах фиксят кучу разных заездов, и игроки находят новые, они еще и их тоже фиксят, поэтому работа идет по доработке HD карт. По поводу сделать орудие в игре материальным, разработчики говорят, что со стороны геймплея это повлечет много проблем, поэтому это нам не надо. Дальше тема пойдет про баланс техники. Разработчики смотрят на японские тяжи и не считают, что это какие-либо дикие имбы или вообще имбы, но понимают, что у скиллованных игроков горит от этих танков, потому что на японских тяжелых танках, на фугасницах, очень легко играть даже новичкам. Но как-либо переделывать, разработчики их не хотят, но со временем как-то думают пересмотреть вообще снаряды в игре World of Tanks, и как они и для чего используются. Как и когда, и для чего, и зачем, что это вообще получится, непонятно. Также у разработчиков очень много идей по новым танкам. Также разработчики хвалятся, что за последний год ввели массу изменений в ветке, дабы придать им более конкретного геймплея вдоль всей ветки. Ну и конечно же разработчики продолжат работу над всем этим добром. Ну и когда-то доберутся до танков, которые лежат в тени, и из-за них как будто бы все забыли. Дальше поговорим про баланс боев. Текущие данные показывают, что балансировщик работает как рассчитываясь, но все равно есть некоторые проблемы. Ну и как обычно, еще требуется очень много работы, дабы его донастраивать. Это очень трудный механизм, поэтому все разработчики делают аккуратно. Новогодний ивент. В этом году опять будет внутриигровой ивент, дабы отпраздновать Новый Год со всеми игроками. Для тех, кто уже играл в прошлом году, он будет похожим, но с некоторыми значительными изменениями, которые мы надеемся понравятся игрокам. Одно большое изменение, это то, что в этот раз весь гараж будет изменяем. С разными стилями и эффектами, которые можно нанести на снеговика, елку, дом и так далее. Мы также изменили систему крафтинга и заменили рецепты на машину, которая создает игрушки за награды, получаемые из ящиков. Я вам оставлю в описании ссылку, вы сможете посмотреть видео с прошлого такого вот действия на Новый Год. Ну и в конце разработчики поведали нам про кастомизацию. Мы собираемся протестировать новые эффекты, краски и стили на премах 8 уровня и техники 10 уровня. Это полная переработка системы тестирования в игровом движке. И мы только начинаем. Мы будем выпускать функции фазами, Каждая из которых будет добавлять новые фичи, позволяющие игрокам реально сделать внешний вид своих танков уникальным. Предварительные игроки, купившие камуфляжи, эмблемы и надписи за золото перед релизом новой системы, кастомизации смогут их оставить. Игроки, покупавшие их за кредиты, получат соответствующую компенсацию при выходе новой системы. Бонусы к маскировке не изменятся при вводе новой системы. Они будут применяемы только к корпусу танка. Элементы кастомизации будут покупаться за золото, но мы также дадим игрокам возможность арендовать их за кредиты. Аренда будет отталкиваться от количества боев, а не реального времени, так как мы экспериментируем, чтобы узнать, что игрокам нравится больше. Аренда на время или на количество боев. Мы все еще работаем над ценами на новые элементы кастомизации. Нужно удостовериться, что игрокам нравятся новые функции, и мы расскажем о ценах ближе к релизу. Некоторые камуфляжи, например, исторические, будут ограничены определенными нациями. Другие будут доступны для всех наций. Относительно наборов стилей, мы планируем выпускать тематические наборы, например, посвященные историческим событиям. Они появятся не сразу, так как мы концентрируемся на том, чтобы сделать систему, которая подходит всем. В принципе, такие ответы разработчиков. Кто-то, может быть, что-то новое для себя узнал, кто-то, может быть, в принципе, и так это все понимал. Но, по сути, разработчики рассказывают нам, что они работают, и процесс идет. Нам остается ждать пару месяцев до HD-карт. Ну, я так думаю, где-то в феврале мы их уже, наверное, увидим. Посмотрим, задержится ли это или нет. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пишите в комментариях, что да как. Всем пока.